Я вчера приготовил картинку проиллюстрировать эффект испаривания на плотность ядра Но что-то забыл ее показать Так вот, здесь вот приведена плотность ядра церия 140 Церия 140, это редкоземельный элемент Он еще сферический, потому что деформация начинает со 150 Но в нем уже оболочка заполнена, уже довольно много муфлонов И эффект испаривания работает на 100% Так вот, когда вычисляют плотность ядра, то обычно это что? Это подход очень простой Берется волновая функция того состояния, где находятся нуклоны Возводятся в квадрат и суммируются по всем состояниям, которые заполнены нуклонами Вот это обычная плотность Так вот, там существуют проблемы всегда Потому что, особенно, вот смотрите, плотность в нуле Вот тут вот экспериментально, видите, кривая, так короче, точно, довольно А вот теоретическое беспаривание, оно всегда идет вот здесь вот ниже В центре В центре всегда ниже И, ну, и здесь вот везде она какая-то вообще не так, чтобы она была равномерная Хотя эксперимент показывает, что плотность практически независит от квадрата Да, ну и причина, почему здесь у вас не хватает плотности, она вообще-то понятна Потому что в нуле квадрат дают только S-состояния А S-состояния мало Их там 1, S, 2, S, 3S И все Заполненных 3S-состояния Вот, поэтому, значит, вот здесь всегда В таких расчетах, которые основаны на моделях независимых частиц У вас всегда не хватает плотности Теперь, а что делает спаривание? Спаривание, мы видели, что она Если вы нарисуете число заполнения Число заполнения, как функция, там, энергии или состояния То вот тут вот у вас была поверхность верной И число заполнения, они становятся вот такими Становятся вот такими Размазывают То есть заселенность, ну, вклад в плотность дают большее количество угловых функций Большее количество угловых функций Вот здесь вот еще хвостик такой вот возник Ну и от этого, конечно, плотность становится более равномерной И там S-состояния Зацепляются немножко Ну и вот поэтому вот эта вот пунктирная линия Это вычисление со спариванием Ну и за исключением области совсем близких к улюбкам Там все равно все-таки S-состояния маловато Вот уже где-то там, я не знаю, в районе там Один фермер уже, за один фермер уже дальше Все очень хорошо воспроизводится Так что спаривание у вас действительно заметный эффект Я уж не говорю о том, что в момент инверции спаривание меняет кардинально Несколько раз После чего, значит, у вас вращательный спектр уже воспроизводится Так, ну вот На этом я хотел закончить обсуждение в вопросах структуры Такой, которая дается сильным взаимодействием Ядра, определяемые сильным взаимодействием Перейти к эффектам электромагнитного взаимодействия в ядрах Сегодня мы можем обсуждать Этим эффектам приводителя электромагнитного взаимодействия Ну, просто кулоновское взаимодействие мы уже обсуждали Что оно там предел стабильности ядер определяет Но, кроме этого, еще Электромагнитное взаимодействие определяет времена жизни Возбужденного состояния Потому что это следующее После сильного взаимодействия По интенсивности взаимодействия Следующее взаимодействие после сильных И оно определяет времена жизни всех состояний Энергии возбуждения, которых ниже порога вылета нейтрона или протона Понятно, что если нейтрон может вылететь То тогда у него, конечно, время жизни будет определяться нейтроном А если энергия ниже 5-6 МФ энергии возбуждения То все, что есть, это электромагнитное и слабое взаимодействие Значит, сегодня мы будем обсуждать электромагнитное взаимодействие И я начну с того, что напомню Что уже много раз мы рисовали мультипольные моменты ядра МЕЛЯВДАМЮ Который есть интеграл Д3Р по объему от плотности заряда ядра Это электрический мультиполь, который связан с распределением заряда Ну и кроме того, есть еще магнитный мультиполь, который связан с распределением С распределением магнитного момента Он, естественно, пропорциональен к ядреному магнитону А дальше тут стоит такая сумма Сумма уже плотности Если расписать как сумму гектафункций Тогда будет немного наглядно Сумма по А равенному единице до А большого Значит, здесь стоит ЖА спи на В умножить на спи А частицы Плюс 2 поделить на лямбку плюс 1 ЖА обитальная умножить на орбитальный момент частицы Так, и здесь стоит градиент Так, это субвектора И с этим грандием все равно произведение образуют Р в степени лямбда на силе лямбда милу от Р Вот это магнитное мультиполь Это электрическое, это магнитное Ну и вот вопрос, зачем они нужны Почему они про них все время уверены Так вот, это именно те мультиполь Которые определяют время жизни уровней То есть, матричные элементы этих мультиполь Вам определяют Оширивые электромагнитные Оширивые уровни Вот, чтобы это увидеть Давайте мы вспомним Как вычисляются времена жизни И в краях ширины Ширины электромагнитные В системе, там, в любой атомах, в яграх Это, в общем, одно и то же Начнем с гамильтониана Гамильтониана Взаимодействие Я напишу С электромагнитным полем Это минус единица на c Интеграл d3r На g Плотность тока Где g это плотность тока С вектором И умножается она на a r где a Это векторный потенциал Полифотона Полифотона Значит, мы будем работать, естественно В калибровке, которая То есть, название Радиационная калибровка В которой Фи Потенциал Радио-мурл Электрический А магнитный Потенциал Векторный потенциал Удовлетворяет условия Подверяющаяся геренция А равно В этом условии Вам оставляют Только две поляризации У потона Естественно Ну и Теперь мы Должны считать Что у нас a Это Оператор Который меняет число потонов И через оператора Рождение и уничтожение Он записывается Стандартным образом А r Это Это Есть Сумма Я буду писать просто интеграл По импульсам По Роговым числам Сумму Сумма Пока И По Сигма Листой корень 2 Фи c c в квадрате c в квадрате c c c c c c c c c И в квадрате c 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 Магнитное поле перпендикулярно, когда поле направлено в двух перпендикулярных направлениях, в двух направлениях перпендикулярных К. Так, и здесь есть Е в степени К. КЛ минус Олдер Л плюс АТС К седьмой. КАЗ тоже легко Е Допровизованная К С К К К К К К Значит, вот Это и есть оператор Оператор Верхромагнитного поля Значит, операторы А Они врождают или уничтожают Фотон с волновым числом КАЗ и поляризацией Сигма. Поляризация может линейная Циркулярная, как угодно Если линейная поляризация То вектор поляризации действителен Если циркулярная То он компресный Так Дальше Нас что интересует? Нас интересует Переход с излучением фотона Поэтому мы должны Будем вычислять Матричные элементы Я напишу в таком виде Здесь От H Интеррекция И конечность Ну и теперь Что такое начальное состояние? Начальное состояние Это состояние В котором у нас есть какое-то Ядерное состояние Угловыми скобочками Обычными И Вакуум по фотонам Фотонов у нас нет Пока Это начальное состояние Конечное состояние Это естественно Конечное ядерное состояние Это может быть либо основное Либо еще какой-то Возбужденный промежуточный уровень Раскуда идти может распад И здесь Состояние Которое содержит один Фотон Сынку самка И парализации Сигма Вот Вот Это Ну понятно Что у вас только один Фотон может случиться В этом приближении В нише Ну и тогда Естественно Если вы берете Маторичный элемент Да Теперь видите Маторичный элемент Факторизуется Потому что По фотонам У вас Маторичный элемент Берется только от А Но из-за того Что тут есть координата Р То по По ядерному состоянию Берется от всего От всего Ну вот Поэтому Фотонный Маторичный элемент Естественно Выписать Значит Это будет Один К Сигма А А Л Складу Значит Тут работает Естественно Только вот эта часть Потому что Фотон рождается Сюда И Тогда Это просто корень Вот этот самый Из 2 Х С квадрат Поделить на Омега В Ну и Тут стоит Вектор Поляризации Е К Сигма На Е В степени Минус И К Э Плюс Не Помни Не Помни Не Помни Ну В зависимости от времени Как видите Периодическое Возмущение Поэтому все Уходит В зависимости от времени Вся Уходит Дельта Функцию Выражающую закон Сохранения Энергии И У нас остается Я его пойду Писать не буду Потому что Эффект от нее Известен И у нас остается Теперь только Маточный элемент По ядерному состоянию Маточный элемент Который имеет Вот такой вид R H R Так Ну Я тогда просто Напишу Полный Маточный элемент Остается Вот здесь Я напишу Полный R H Взаимодействие Это есть Так Это есть Минус Единица на С Сократит вот эту С Поэтому Стояться Корень Квадратный 2 H На О В Вот Эта Единица на С Она Сократит С Квадрат И Только Ядерный Маточный Элемент Появлен Состоянием От Плотности Тока Жертвы Ну И здесь Стоит Вектор Квадратный Сворачивается С плотностью Тока От К Сигма И На Е Минус и Х То есть Эстамент Она Вошла В 24 Ну Дальше Мы Сразу Пишем Ширина Ширина Гамма Это Вероятность Перехода Единица Времени И Состояние Н Ну Это Естественно 2 Ти На А Это Функция Которая Выражает Закон сохранения Энергии Минус Энергии Конечного Состояния Ядерного И Минус Еще H Омега от К Ну И Здесь Квадрат Модуль Минус Ф А Минус По Модуль Квадрате Ну И Усредненный И Суммированный По всем Проекциям Спиновым Которые Есть Угра Ну И Дальше Полность Количества Состояния Объем В На В Волновый Вектор Аж Уже Не пишет Ну И Это Обратное Время Жизни Обратное Время Жизни Так Теперь Давайте подставим сюда вот этот матричный элемент И Мы Получим Что Наше Обратное Время Жизни Или Там Ширина Гамма Гамма Равно Теперь Сразу Д3К Пишем Как К 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 И Омега Или Это равно Омега квадрат Д Омега Здесь я Напишу еще одну H поделить с К Чтобы Эта accomplice и остается Пригравка Ну вот теперь, если это подставить сюда и подставить вот этот вид маточного элемента, то у нас там всякие степени h сократятся, и вот это h и вот это h дадут h квадрат, и у нас остается следующее. Значит, если я прям подставлю интеград, он омега в первой степени в числителе на 2 и h c в кубе, c в кубе осталось здесь, значит, у вас здесь омега квадрат, и еще вот корень из омега внизу, объемы сократились, и здесь остался квадрат модура вот такого вот выражения. Здесь есть R, R, G от R, умножить на E напряженное, вот К, Сигма, и тут стоит E в степени, E в степени минус К, R, И еще остался интеграл, патент, омега квадрата, по телесному углу, по тону, который вылезет в лунице. Теперь, ну и еще мы здесь квадрат модура должны написать, ну и просуммировать, то есть, в общем-то, можно указать явно, что мы здесь должны еще просуммировать по всем поляризациям, потому что потом не регистрируется поляризация, поэтому вылетают. Обе поляризации могут вылетать, если остальное не поляризовано, поэтому надо по всему просуммировать. Ну, либо эту сумму можно явно переписать, отключить под эту черту. Черта означает усоединение по начальному спину в состоянии просуммирования по всех конечных. Конечные состояния – это состояние поляризации и состояние ядра. Если у нас пинный ноль, у ядра конечного уровень какой-то промежутший, или это не черное ядро, то так дальше оно засуммировано по конечным состояниям ядра. Значит, вот, теперь давайте с этой формой дальше работать. Что мы можем сказать про этот маточный гнев? Значит, первое, что такое вот такие состояния? Про эти состояния мы знаем, что они, во всяком случае, кроме всего прочего, они обязательно характеризуются моментом и проекцией. Давайте, ну да, ну прям, я буду уже писать такое, н синдексом. И точно так же же конечное состояние. Вот, то есть вот эти маточные элементы берутся по состоянию с определенным моментом и с определенной проекцией. Ну, тогда понятно, что удобно здесь вот это выражение разложить по мультиполям, чтобы у вас остались мультипольные операторы, от которых мы можем вычислять маточные элементы, пользуя теоремой Виггера-Экорта, которая говорит, что маточные элементы от тензорного оператора пропорциональны коэффициенту Гребша, и вся зависимость от проекции дается только коэффициенту Гребша-Экорта. Я вам помню, что если у вас имеется тензорный оператор, и у вас такой матричный элемент GFNF от оператора операторов тензорной размерности ЛИ проекции М то он равен, во-первых, слепшему GFNF здесь ЛМ GI М И умножить на первичину, которая называется приведенной матричным элементом, и которая обозначается вот такими нулями круглыми, производим скобками G, N, T, N, G, I. И уже не содержит зависимости от прогресса. То есть вот теоремы Вильяма Райкарда, он говорит, что у вас всегда есть такая фактеризация матричных элементов. Поэтому не грех ей воспользоваться здесь. Но для этого нам нужно разложить вот это самое выражение. Давайте я тут чего-нибудь уже затру. Чего-нибудь уже затру. Наверное, вот я тут уже затру. И, как минимум, нам уже здесь не понадобится. Значит, вы помните, что есть такое разложение Е в степени Е в степени ильника R, это есть 4P, сумма ЛМ, и в степени R, есть ли ЛТ от КР, а здесь стоит Y, ну, что там любое, Y, LN от R, единичного вектора, на Y, Если направить ось z по k, то тогда вот здесь у вас остается только нулевая проекция нулевая проекция y0 и углы будут равны нулю, поэтому здесь просто будет нольмировочный внушник и здесь останется только полиномлежантра p y0, который пропорционал полиномлежантра и получится разложение обычное, которое перейдет в набор, во что это будет сумма по l, или и в степени l, g l от k r и здесь вы ставите 2l плюс единица на p cos 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 есть еще один вектор, который описан в спиновом состоянии потона вектор параллелизации поэтому его надо тоже вкручить в это разложение но тогда, если у вас частица со спинами единица то тогда ее головая функция в стерических координатах уже будет не просто у колен от тяга а вы должны еще эту функцию сложить со спинами единицы на цели ну и поэтому у вас у фотона появляются такие сферические векторные гармоники векторные гармоники y векторная lgm от n в единичном векторе от углов в которой есть крепш ж m здесь будет lm единица сигма и у вас остались еще память о том, что это был вектор поляризации поляризации полный момент g и у вас остались еще память о том, что это был орбитальный момент l и что это вектор вот такие векторы сферические гармоники векторные сферические гармоники и по ним надо это преображение разложить вот значит ну можно прямо использовать вот это разложение и пытаться построить вот эти вот эти вот функции ну во всяком случае значит если вы снова теперь умножите на клепш и просуммируете по всем g и m большим то тогда в силу ортогональности клепшей вы получите, что произведение y колеб на e есть сумма j и m от клепша умноженного на вот эту функцию ну и тогда можно просто вот это разложение подставить подставить вот сюда вот сюда и произведение y y y y на e y на e вылезет через сумму вот этих самых гармоников вот ну и там у вас ну так ну это общий случай можно поступить немножко проще ну не проще я не знаю проще или не проще но как то более хотя это все равно не очень понятно как получается пока не проделаешь но есть такое соотношение что вот если у вас j l вот это равно j если n равно j то вот такая вот такая функция y j j m она выражает в следующем образом обычный y это есть корень квадратный из j на j плюс 1 а здесь стоит оператор момента l действующий на обычную функцию y j m где вот этот оператор действует только на эту самую функцию только на эту и это в том числе все равно вот вот этому выражению когда l равно же l равно j вот тогда вот это разложение 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 вот такого выражения с е сопряженная от k с на e в степени k r можно записать следующим образом если опять теперь набрать z 2k чтобы у вас не было лишних у а только у от r остались то тогда это будет равно минус корень из 2p сумма по l больше или равном единице теперь уже смотрите в момент полный равный волюм отсутствует потому что спин единица как минимум есть поэтому разложение начинается с единицы так здесь стоит минус l корень из 2p r плюс 1 почти как здесь тот же самый вес теперь здесь стоит сегман который есть плюс-минус единица для фотона если из спиральной спиральной спиральности циркулярной поляризации используют дальше здесь l 200 как и здесь от kr так тут стоит и y l l l l s l s s s s s 0 а здесь если здесь m положить равную нулю то m будет равно s s s поэтому здесь просто это s плюс единица на k здесь стоит такая ручная рота под весе l k r умножить на y l l s s ну вот фактически этот ротор происходит остается только этого самого он остается значит вот а э э э э э э э э вот получается два разных два разных члена один такой другой такой значит вот этот член он связан с магнитными мультиполями а второй член связан с электрическими мультиполями Поэтому, вот если мы введем, сейчас вот эти мультиполи написали, давайте я теперь ниже введу другие мультиполи, которые справедливы для любых длин волн, то есть это вообще на волном пределе, на самом деле, все написано, когда К на радиусе драма много меньше единицы, но это выполняется практически для всех фотонов гамма-квантов с энергией там ниже 30 мФ, поэтому переходы там нескольких мФ, они всегда удовлетворяют этому условию. Вот, теперь если мы введем такое М электрическое, делим лямбда мю, которое равно минус И, два лямбда плюс один, поделим дважды, поделить на лямбда плюс один, единица на С и на К в степени лямбда плюс один, так, а здесь стоит интеграл от D3R жизнь от R умножить на градиент векторно, на R на радиусе драма и на вот этот самый вес лямбда плюс один, на Y обычный лямбда плюс один. Вот M. Так, вот это электрический мультиполь, то есть у него просто вот этот шлем, вот этот шлем работает. Так, а вот эти коэффициенты и видены специально, специально видены и магнитный мультиполь, магнитный мультиполь M от M лямбда мю равняется минус два лямбда плюс один, повторяем дважды, поделить на лямбда плюс один, единица на С к в степени лямбда. Так, а здесь стоит интеграл D3R жизнь от R умножить просто на R векторно на друге, и здесь стоит J лямбда плюс один, на Y лямбда плюс один. Значит тут, видите, я бесен написал здесь, но поскольку это момент, то он на скалярную величину не действует, поэтому J можно вынести, и это будет когда прямо вот этот член, вот этот член. Теперь, зачем вот эти самые, вот эти величины сюда подставлены? Ну, причина очень простая. Если у вас, если у вас Kr в много меньшей единице, то бесен можно разложить и оставить первый член. А первый член, вот если я, Kr это есть Kr в степени L поделить на 2L плюс один, повторял дважды, повторял дважды. Поэтому теперь вот все вот эти Kr в степени L поделить на 2L плюс один, повторял дважды. Практически вот это выражение, потому что если здесь будет только R в степени, здесь останется R в степени лямбда. Дальше, вот этот, вот этот градиент можно перекинуть сюда, здесь будет дивергенция J. Дивергенция J, это и есть РО с точкой, то есть Омега на РО. Появится плотность заряда РО, и вот эта мультиполь перейдет в точность вот в это выражение. То есть вот эти мультиполь, это и есть длинноволновый предел вот этого общего выражения. Соответственно, если магнитный мультиполь вы сюда подставите, то он перейдет вот в это выражение. Перейдет вот в это выражение. Потому что вот здесь, видите, здесь стоит смешанное, ну как смешанное произведение, J, R, а тут R вектор на градиент. Это можно переставить циклически, тогда первое будет действовать, тогда появится векторное произведение опять J, а это сводится к магнитному моменту. Интеграл к векторному произведению J это магнитный момент. Поэтому тогда получается вот такое выражение, когда вы подставили еще такое плотность магнитного момента. Вот из магнитного момента. Значит, вот откуда возникают вот эти мультипольности. Ну и теперь, что у нас остается? Значит, у нас остается вот такое выражение. Значит, если мы теперь посмотрим на этот маточный элемент, то этот маточный элемент принимает вот такой вид. Вот такой вид. Значит, вот этот самый интеграл J в плотность тока R. На E, A, K, S, E, R, K, D, R, D, R. Он записывается как? Корень из 2P. Сумма по R больше 2 на 1. Здесь стоит минус 3 в степени L. Корень из 2J плюс 1. Здесь стоит K в степени L. И тут ставят такие выражения. Минус I. Вот этот M электрический E, L. И здесь стоит Сигма. Так. Плюс Сигма на M. Магнитный L и Сигма. Минус I. Это вот эти вот тензивные операторы. Эти вот операторы, видите, они имеют определенную мультипольность. И еще тип электрические магниты. Чем они отличаются друг от друга? Электрические магниты и типы, они, конечно, по моментам имеют правила отбора одинаковые. Но, обратите внимание, что у них разная четность. Если вы теперь посмотрите сюда, то вот здесь, видите, один лишний градиент стоит. Поэтому четность у этих двух членов, у этих двух моментов, она противоположная. Если один четный, то другой нечетный. И при данном L у вас вот этот и этот операторы будут иметь разную четность. Противоположную четность двух имеют. Ну вот, это, значит, отличает электрический. Если вы знаете, что излучение всегда бывает двух типов. Электричество или магнитное. Когда у вас расциллятор вот так болтается, это одно. А что он вот так крутится, то это другой тип излучения. Другой тип излучения. Заряженная частица. Если у вас, даже в классике, классическое излучение у вас бывает электричество и магнитного типа. Но это сохраняется, это просто связано с тем, что, понимаете, две парализации есть. Ну, хорошо. Тогда смотрите, что при этом означает. Что это означает? Что если вы, если вы теперь будете интегрировать... Да, теперь у вас... Ну, поскольку ось Z произвожна, то здесь у вас от углов вектор АК ничего не зависит. В случае, когда неполяризованное ядро, у вас здесь от углов вектор АК ничего не осталось уже. Он излучается изотропно в другую сторону. Квант. В неполяризованном случае. Тогда интеграл подеоминга вам берется автоматически и он дает просто 4 пи. Дает 4 пи. Ну и тогда, подставляя сюда, и учитывая, что у вас четности у них противоположны, это означает, что у вас нет интерференции между этими двумя мультиполиями, вот в этой сумме, вот в этой сумме. Если вы берете материчные элементы между состоянием G и M, то у вас интерференции между ними нет, потому что либо один, либо другой. Из-за того, что при данном G и M, и при задней четности и состоянии, у вас работает либо электрический переход, либо магнитный. Вот в этом прелесть этого разложения. Ну и тогда вероятность вот эту, через эти материчные элементы, мы сейчас запишем, сделаем небольшой перерыв. Сделаем небольшой перерыв. Так, ну вот это, наверное, заложение я уже пользоваться не буду. Вот этим тоже я пользоваться сейчас не буду. Я просто напишу вот здесь, как выглядит проинтегрированная вероятность, уже полная, полная вероятность. Вот это самая единица Рантаула, которая есть дубливая точка FI, FI. Значит, это есть сумма, полянда, мю, M, F, M, I. Это проекция начальника, конечная. Так, здесь стоит какая комбинация? Здесь стоит лямда, 2 лямда плюс 1, повторял дважды в квадрате, числитель стоит 8FI на лямда плюс единица, на K в степени 2 лямда плюс 1, еще осталось. И тут стоит вот такая вот комбинация. Здесь стоит 2Gi плюс 1, это усреднение по проекции. Вы должны просуммировать и разделить на общее число проекций. А тут, смотрите, значит квадрат модуля такого матричного элемента Gi FNF от N E для лямда мю, Gi FI по модулю квадрате плюс, плюс, плюс такое же точное выражение от модульного. В этом году мы явно выписали все суммы по проекциям, поэтому здесь уже ничего не надо писать. Никакой чертю уже не надо. Значит, вот это общий вид выражения для вероятности перехода. Здесь у вас входят все мультипольности. Ну и дальше начинать работать правила отбора. Потому что при фиксированном gi и gf у вас лябда будет больше или равно gi минус gf, по-моему, из инжи и городном gi плюс gf с сложением моментов. То есть здесь конечная сумма. При фиксированном gi и gf сумма конечная. Ну, теперь давайте перерыв. Небольшой устроен. И потом продолжим. Так, значит, теперь смотрите. Понятно, что величина, компетентивность перехода определяется вот этим маточным элементом. Или вот этим. Вот этим или вот этим маточным элементом. Ну, поэтому вводят такую характеристику. У нас на этом формально всякие формы закончатся. Вводят такую характеристику. Которая относится к названию «приведенная вероятность перехода». Электрического либо магнитного. Значит, «приведенная вероятность перехода». Да, я хотел сказать, что здесь у вас, в этой сумме, в этой сумме у вас оно идет... Значит, в зависимости от четности у вас может быть либо е1, если четность меняется, либо м2, либо е3 и м4. М4 и так далее. То есть, если четность перехода... Чертность, вот эти, состояние разное, то работает либо е1, либо м2, либо е3, либо м4. Если четности одинаковые, то, соответственно, будет работать е1 переход, самый большой. Затем е2 с ним рядом. Ну и дальше м3, е4. Е4. Вот. Так что, у вас, видите, вот есть такая последовательность для состояния, которая определяется четностью в состоянии начального и конечного. Так вот, значит, если теперь перейти к «приведенной вероятности перехода», она так называет, как «приведенная вероятность перехода», она характеризует исключительно вот эту ядерную часть. То есть, она подсчитывается буквой «b», но она бывает электрической, но магнитного типа, например, если я электрическое, то тут пишут «el» из «i» изначального конечного состояния состоящее. Это есть сумма по мю и по mf, а здесь стоит квадратмодуль вот этого матричного элемента, gf, Mf, M, E, L, E, L, E, L, и . И тут стоит g, i, M, i, по мудричным квадратам. Ну, это такая сумма. Ну, понятно, что по mv уже не надо суммировать, потому что сумма μ плюс m и равно m, поэтому суммировать может только по 2, но суммировать по количеству. Поэтому здесь уже все, сумма b, m и она уже автоматически учитывается. Ну, она, конечно, если вы выделите отсюда крепче, вот потеряние Вигнера и Экарта, то эта речна будет выражаться через вот эти приведенные маточные любители. Потому что сумма тогда берется явно, и там возникнут только какие-то там степени. Ну и совершенно также приведенная вероятность магнитного перехода. Здесь будет стоять магнитный мультиполь. Здесь электрический, здесь магнитный. Ну и тогда, скажем, для электрических переходов у вас единица Мантау будет выражаться как 8π на h, здесь будет λ плюс 1, делить на λ, на 2 λ плюс 1 в квадреал дважды в квадрате, и это значит, что К в степени 2 λ плюс 1 на вот это самое В, E, λ в изначальном состоянии в квадрате. То есть вот все, все сидит вот в этой вершине. все сидит вот в этой речне и нам надо будет их дальше оценивать значит, теперь смотрите, ну вот тут есть еще вот эти вот факторы всякие K, есть фактор H и это ясно, что у вас если растет мультипольность, то тогда вероятность должна падать падать и давайте я выпишу как у вас вот эти величины ширины зависят от мультипольности, такими коэффициентами если вы берете там энергию перехода в маевах значит, если брать энергию е-перехода то есть, есть частота если она берется в маевах то гамма от е-а-ли если все числа сюда подставили это есть 1,59 умножить на 10 15 е-кубин на б от е-а-ли если е-а-ли если е-а-ли так дальше гамма от е-а-ли гамма е-а-ли это есть 1 22 на 10 в 9 уже но это будет в обратных секундах это гамма это единица на секундах в обратных секундах вот эта цифра написана в обратных секундах 1,22 на 10 в 9 тут естественно будет е в 5 2 и плюс 1 всегда присутствует ну и нам будет е 2 так ну гамма и нам от е-3 будет еще меньше у вас здесь будет уже 5 0,7 на 10 0,2 то есть видите здесь уже смотрите 6 порядков съехало и е еще стало в степени в большей степени поэтому если энергия меньше мэла то подавление будет очень большое значит 5,7 на 10 во второй ну на е естественно в седьмой степени и на бм отмет 3 ну еще можно выписать гамма от е-4 гамма от е-4 но это вообще мелочь 1,6,6,9 на 10 минус 4 на е в девятой степени на бм от е-4 ну то есть видно что у вас если гамма-тифорность растет перехода то время жизни увеличивается существенно если у вас например разность вот этих жив так равен что у вас может возможен только е-4 переход это будет очень ухожучее состоять собственно на этом явление ядерной изомерии построено объяснение ядерной изомерии то есть долго живущие возбужденные состояния ядер так ну если теперь говорить про n-переходы магнитные то гамма от m1 оно само по себе уже меньше это есть 1.76 на 10 тринадцатый е кубик на b 1 так прямо 1 ну соответственно в общем все ну видно на два порядка но все будет на два порядка меньше каждый раз то есть здесь будет уже 10.7 здесь будет просто величина порядка единицы здесь будет 10.6 то есть магнитные переходы еще на пару порядков меньше чем электронические ну поэтому всегда естественно у вас всегда если есть возможность то идут депольные переходы в ядре все гамма-кванты которые возможны они 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 депольные ну вот теперь как оценить величину этих переходов чем они определяются вот эти b e1 e2 e лямбда b e лямбда например или b лямбда значит в атомах ситуация легче потому что там у вас есть кулоновское взаимодействие есть заряд который отвечает из-за излучения и за из-за структуру атома то есть волновые функции они тоже зависят определяются кулоновским взаимодействием ну поэтому там вот эти ширины это там степени альфа от энергии перехода здесь ситуация другая здесь у вас альфа один раз только стоит это e заряд который плотности заряда стоит e а все остальные характеристики они к альфе не имеют никакого отношения поэтому всегда одно альфа квадрат есть альфа альфа одно есть вероятности перехода одно альфа есть и больше ничего все остальное другими характеристиками определяется так вот какими характеристиками определяются вот эти величины b мы сейчас посмотрим вот значит вводятся такие величины которые называются единицы вайска фа и это просто вычисление вот этого маточного элемента для какого конкретного перехода который берется за за эталон а именно за эталон берется переход в нечетком ну в нечетком одной частице то есть протон с верхнего уровня или нейтрон с верхнего уровня переходит на уровень ниже одна частица переходит верно ну и тогда у вас во-первых в сорт длинного в одном пределе конечно считается только вот эти маточные элементы уходят от этих операторов тогда волновая функция у вас этих состояний имеет вид такой что в си есть у н л от р м л от р это радиальная функция ну а здесь стоит спинон омега ж л м от м ну который есть шаровой спинон который есть омега жил л м это есть с жил м л мю одна вторая сигма у и сигма и сигма это спиновая функция а у это обычная функция сферическая и это есть в центральном поле частицы со спином одна вторая которая присутствует в спинно-орбитарном взаимодействии когда сохраняется полный рамент g а l в момент где сохраняется только l квадрат сохраняется ну тогда если вы подставите сюда вот сюда возьмите маточный элемент по таким состояниям от этих функций то во-первых у вас тут переход одной частицы есть всего и значит будет у вас следующее его записывают в таком виде что он b лямбда есть значит выйдет из плотности заряда e квадрат минус значит и и угол его писать здесь а тут будет ставить квадрат модуля интеграл от нуля до конечности по df ум конечная от r на r в степени лямбда которая осталась от него на u начальная от r плотность заряда это просто есть произведение вот этих двух матриц двух половых функций в начальном состоянии была одна такая функция а в конечном другая поэтому матричный элемент от него есть начальная конечная половая функция так и так это здесь по многому квадрат и умножается еще на угловой фактор s e лямбда l f g m l i g i и угловой фактор это есть следующая значина вот этот угловой фактор он равен он равен 4i вот эта 4i которая здесь сумма по mu n f воздействует матричный элемент от y по вот этой состоянии g f l g f m f y для элемента g g i m m i n n g b m m m m m 2i m m m m Теперь, ну вот теперь надо что-то говорить про эти самые волновые функции Значит, про эти волновые функции, значит, вот дальше теперь единицы в i-скорпу Как вычисляется вот этот самый маточный элемент? Он вычисляется так Во-первых, вот этот угловой маточный элемент кладется равным единице То есть s принимается равным единицей s не равен равным единицей В принципе, его можно вычислить, конечно Но простейшая оценка, когда это s равно единице А дальше волновые функции принимаются такими Что у артера, что в начальном конечном состоянии, у артера делительная есть константа То есть радиальная функция внутри ядра постоянная Ну тогда, естественно, этот маточный элемент можно вычислить Можно вычислить, и тогда получается Что вот этот самый ВЕ лямбда ВЕ лямбда Он равен следующему Это будет е квадрат на 4p А здесь будет стоять 3, поднимите на лямбда, плюс 3 Все в квадрате Ну это, фактически, интеграл от r в степени лямбды, плюс 2 Возник здесь И нам r, разумея в неравном степени 2 лямбда Тройка от нормировки Вот главная функция, что вот Ну что, вот r на r константы Значит, вот нормировочная константа идет И она вот эту тройку дает И r в степени 2 лямбда тоже из нормировки получается r в степени 2 лямбда Вот такая оценка для вероятности переходов инфектических возникает Ну и точно так же можно сделать оценку для магнитных переходов Для магнитных переходов получается следующая форма В от m лямбда Извините От m лямбда Это есть Тут стоит вместо заряда Ядерный магнитон в квадрате Поделить на 4p Так Дальше здесь стоит Вместо этого фактор стоит 3 лямбда поделить на лямбда плюс 2 в квадрате Так Здесь стоит g спиновая минус 2 g аркитальная поделить на лямбда плюс 1 и на r в степени 2 лямбда минус 2 Вот это оценка Вот с помощью вот таких вот топоров грубо говоря мы этот матричный элемент посекли после чего можно уже что-то сказать То есть фактически видите у вас что получилось что кроме вот альфа который здесь есть у вас дальше входит только размер ядра размер ядра ну и он определяет дипольный момент e на r это дипольный момент если лямбда равна единице то это просто дипольный момент в квадрате и дипольный момент фактически это если e умножить на на разницу ядра e на разницу ядра вот это оценки оценки для 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 ядра ну и как видите что если вернуться к атом то там f само придирается за ряда поэтому там получается там степень степень все выражается через частоту перехода через там через риттберг и через риттберг и степень атом так ну вот значит это переходы одночастичные то есть что мы считаем мы считаем что вот уровень возбужденный вот это уровни ниже и у вас здесь сидел углом который лишь потом спустил один углом один углом ну не все состояния имеют такую природу на самом деле ягоды если говорить например о колебаниях поверхности которые низколежащие то их в такой ну мы описывали макроскопические эти состояния как такую картину давали макроскопическую макроскопическую можно описать это состояние как некоторые суперпозиции в гири вот таких состояний состояния к которые есть одна частица и одна дырка непручетная поэтому простейшее возбуждение которое можно сделать это одна частица и одна дырка в каком-то состоянии вот ну и вот это самое состояние состояние колебателя mc это есть некая суперпозиция это проективное состояние по состояниям k ck но при этом конечно ck по м2 по м2 сумма ok равна единице ну если если они все примерно одинаковы эти к если много состояния дает вклад вот в эту суперпозицию тогда цель на цель к ввод в губократия по порядку причины будет единиться на число состояния которое формирует вот это самое коррективное состояние колебание движения дракок целых просто число вот этих состояний в сумме число состояний в сумме ну и теперь если если написать переход из этого это 12. Значит, вот из этого состояния Си от какого-то депольного или какого-то оператора в основное распад. Ну, там, между прочим, если речь идёт о колебаниях поверхностей, то это состояние 2+, поэтому пультурпольные переходы электрические ответственны за распад этих состояний. То тогда это можно записать как сумма mk ck на mk, где mk это матричный элемент нашего оператора k m0. ck mk. Ну и дальше всё зависит от того, как, собственно, относительные фазы вот этих коэффициентов и вот этого матричного элемента себя ведут. Если тогда квадрат, вот этот, Си, m, может помочь на квадратик, это есть тогда сумма квадратик на квадратик. Ну и если у вас много членов суммы, то можно как-то вот это усреднить и посмотреть, как это среднее себя ведёт. Если у вас тут фазы случайно в этой суперпозиции, то тогда в этом среднем остается только диагональные матричные элементы, когда кашпиф равно k. Ну и в этом случае у вас получится, значит, mk в квадрате по модулю, в квадрате по модулю в квадрате. Ну и в случае, если у вас случайно тогда их величина будет вот такая, ну и тогда получается, что у вас эта величина, если тут единица на mc и mc члена в сумме, получится, что это просто порядка вот этого перехода одной частицы, вот этой частицы, ну аннигеляции частицы и дырки, грубо говоря. То есть частица, заполняем дырку, то есть это снова одночастичный переход. Здесь никого усиления нет. Но может случиться такая ситуация, что фазы вот этих коэффициентов и вот этих коэффициентов, ну грубо говоря, это два вектора в пространстве вот этих k. Два вектора. Но если эти векторы вдруг случайно окажутся параллельными, два вектора эти будут параллельными, то тогда это скалярное произведение будет очень большим. И это будет давать большое усиление. Тогда получится, что у вас вот эти все n членов работают, и тогда квадрат модуля будет просто в mc раз больше, чем вот этот одночастичный. То есть тут будет просто пропорционально mc на mk, и дальше квадрат, ну еще поделить на корень из mc, из нормировки вот этой величины. Поэтому корень из mc и квадрат будет просто лишнее mc, с числительностью. Будет сильное усиление. Вот. Так вот это сильное усиление, оно, например, в принципе оно в фаноне известно. В низколежащем фаноне такое сильное усиление есть. По какой причине? Ну по той причине, что если вы сосчитаете, так вот, ну для мультипольных колебаний, вот это, то что мы в модели жидкой капли, то в модели жидкой капли получится следующее, что там вместо вот этого, значит вместо вот этого r в степени 2 лямда будет входить просто альфа лямда ню, который колеблется, альфа лямбда ню в первой степени. Ну а альфа лямбда ню, средний магичный элемент от альфа лямбда ню, как в любом осцилляторе, есть b, e, лямбда будет равно 2 лямбда плюс 1. Значит если все эти 35 коэффициенты, то будет 3 на 4, 3, z, e, r0 в степени лямбда, все в квадрате, и умножается еще на а, что делит на 2 массовые коэффициенты b лямбда и омега лямбда. Ну и если у вас колебания низко лежащие, то есть омега в третьей степени, то ясно, что у вас будет большое усиление. Это усиление возникает просто из-за того, что осциллятор с малой частотой имеет большую вероятность излучить. Так, ну и вот теперь, ну это в случае усиления, ну а бывают случаи наоборот аномально малых переходов по сравнению с, ну это не то, что аномальные малые, но заметно меньше, чем то, что у нас вот здесь есть. То, что у нас вот здесь есть, это как раз случай изомерных ядр, изомеризма, изомерное ядро. Ну вот, если вы помните схему уровней, сейчас хорошо вы вспомните схему уровней. И тогда будет хорошо видно, что происходит со заменой. Так, значит надо переехать на схему уровней. Вот она, где-то там, вот вверху. Вот она, вот эта схема уровней там, фильтр. Значит, смотрите, что тут у нас есть схему уровней. Значит, вот смотрите, вот ситуация. Представьте себе, что вот у вас частица находится на одном уровне, за полным уровнем. И у вас одна частица перескочила сюда, в возбужденной состоянии. Здесь состояние 9 вторых спинами, а здесь одна вторая. Одна вторая. Переход с изменением четности. У вас и мультипольность его будет минимальная. Четверка. 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 Вот здесь один из вторых. А здесь одна вторая. И опять же, черности противоположны у них. Поэтому переход будет. Пятерка. Пятерка – это Е5. с изменением черности представляете такое подавление действительно эти состояния возбуждены минуты минуты до десятка минут можно найти дайте время жизни ну при этом еще оказывается что механизм распада здесь совсем другой у вас они распадаются без излучения без излучения фотона а просто выкидывая трон это называется внутренняя конверсия то есть потом который возникает при переходе он не спускается поглощается электрон атома и вылетает атомный электрон вот этот эффект внутренняя конверсия он фактически доминирует во всех долгоживущих изомерах вот но этот эффект мы уже наверное в следующий четверг обсудим еще один эффект вот этих самых от электромагнитных взаимодействий специфический атомный в общем он такой не то что ядерный он ядерно-атомный когда у вас распад ядра происходит с выбиванием электрона переход из верхнего состояния нефти происходит с выбиванием электрона ну вот и на этом мы сегодня закончим а